ТЕРИТОРИЯ МАШИН Все мы знаем, с каким боем и скрипом внедряется в автомобили система «Эра ГЛОНАСС». Только ленивый не пнул эту инициативу, а компании отказываются от продаж некоторых моделей из-за дороговизны нашей с вами эры. Теперь новое предложение, которое грозит стать историческим на всей территории планеты Земля. Министры предлагают оснащать автомобили черными ящиками. Это такие самописцы, которые самопишут параметры передвижения техники. В авиации они печально известны по расследованиям авиакатастроф. Но в нашем случае смысл не только в этом. Планируется создать единую телематическую систему, на которую и будут поступать данные из черных ящиков. Данные не только о месте нахождения автомобиля, но и его вес, необходимость ремонта и даже манере езды водителя. Последнее повлияет на стоимость ОСАГО, если все пойдет как задумано. Плюс к этому система будет управлять трафиком, ведь она будет видеть количество автомобилей в данный момент и в данном месте. В качестве вишенки на торте она сможет распределять и парковочные места. Вопрос пока прорабатывается, но очень может быть, что решится все очень быстро. И снова о штрафах, мои дорогие любители нарушать. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил внести очередные изменения в КОАП. Они касаются штрафа за что? Правильно, за тонировку. Мы же знаем, что водитель неправильно затонированного автомобиля платит всего 500 рублей и довольный уезжает. Теперь законодатели планируют увеличить его аж в 10 раз, до 5000 рублей. Тут уже довольным уехать не получится. Или сдирай пленку, или плати. Пару лет назад за несоответствующую ГОСТу тонировку еще и номера снимали. Потом одумались и эту норму отменили. Нет, не бойтесь, в новом проекте снимать номера тоже не планируется. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин